Вечер во Владимире продолжает программа о самом главном и о самом важном. Врач на дом. В прямом эфире с вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях врач-онколог, лауреат национальной премии по онкологии «Мы будем жить» заведующий хирургическим центром Первого клинического медицинского центра Дмитрий Кузнецов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о том, как пережить онкологию с минимальными потерями. Напоминаю, наш эфир прямой. У вас есть возможность в ближайшее время позвонить к нам в студию по телефону 44 40 47. Ну и Дмитрий, когда человек слышит диагноз «онкология» и знает о том, что ему предстоит операция, это, как правило, операция, это представляется особенно, если онкология что-то большое, страшное. Как обыватель, я считаю, надо вырезать все, все вокруг, чтобы ни в коем случае не осталось ни единой той самой клетки, которая может расти дальше. Изменилось ли что-то? Правильно ли мое обывательское мнение? С таким же мнением сталкиваетесь вы? С таким же мнением я сталкиваюсь каждый день. Еще я хочу добавить, что нужно все потрогать руками, посмотреть глазами. И вот здесь вот этими интуицией, большим об этом хирурга, вот только он своими пальцами может найти вот ту единственную клеточку. И поэтому нужно делать, как у нас есть шутка, большой хирург, большой разрез, чтобы он был от отбородка и вот до самого низа. Нет, это уже, к счастью, это уже совершенно не так. Естественно, остается место и для больших традиционных, как мы это называем, исторически традиционных доступов. То есть это либо торакотомия, скрытие грудной клетки, либо лапаротомия. Но за последние 20-25 лет прошел огромный прорыв в мини-инвазивной хирургии, так назовем это лапароскопической хирургии. Но мини-инвазивная хирургия – это гораздо более широкое понятие. То есть это не только лапароскопическая хирургия, когда мы работаем инструментами брюшной полости, по сути, выполняем все то же самое, что мы раньше делали руками, но и куча-куча других технологий. Поэтому почему последние 25 лет? Потому что развитие технологий вышло на новый уровень. То есть то, что в 90-е годы, когда только шло развитие микрочипов, микрокамер и всего остального, то есть когда фотоаппарат, то есть хороший фотоаппарат, это должен быть вот такой фотоаппарат, и только-только появлялись мыльницы, то сейчас это все пошло вперед. И сейчас практически любую операцию, которую раньше делали традиционным доступом, можно сделать лапароскопическим и инвазивным доступом. Можно ли говорить о том, что во время вот такого доступа хирург может что-то не заметить, не увидеть, чем если бы вот он разрезал бы все? Ну тут я скажу вообще удивительную вещь, что по большому счету нам, когда мы уже делаем операцию, прежде всего мы должны понимать, что мы в операционную заходим не для того, чтобы разобраться, что там происходит. То есть нам уже все давно известно, что операция планируется далеко за длительное время, до самого момента операции. То есть потому что мы не ориентируемся уже на свои руки и глаза. То есть да, конечно, в этом есть какая-то суть и смысл что-то посмотреть, но для меня очень странно, то есть такая раньше позиция существовала, опять-таки большой хирург, большой разрез, зайдем в живот, там разберемся. Эти фразы я слышу до сих пор и слышал там во время своего обучения, там часть моих учителей так говорила, что нужно зайти, а там разберемся, что делать. То есть сейчас уже, наверное, другое поколение хирургов, другое поколение онкологов, мы ориентируемся совершенно по-другому. То есть меня ни за что в жизни не загонишь в операционную оперировать пациента, которого я не посмотрел снимки КТ, снимки МРТ, снимки позитронной эмиссионной томографии, потому что операцию мы должны запланировать до момента операции. И, соответственно, мы обсуждаем с пациентом, что до операции, что мы будем удалять, что нужно удалять, что можно оставить, что где-то есть какие-то там, может быть, естественно, бывают сюда сомнения, которые уточняются во время операции. Но, скажем так, 90% информации мы получаем до момента операции на диагностическом этапе. Поэтому и диагностический этап сейчас – это крайне важная вещь. Именно сложная диагностика компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, позитронной эмиссионной томографии. То есть это любые виды томографии, потому что срезы, которые мы получаем, анатомические, там, с шагом миллиметр, даже меньше, ну, это вот прям идеальное изображение человеческого тела. Ну, естественно, нужны какие-то навыки, чтобы это смотреть. Для этого и специальные специалисты, ну, и любой хирург, который занимается хирургией, по большому счету, он всегда может посмотреть на КТ и МРТ той зоной, которой он занимается. То есть сейчас в мумнигации уже не осталось хирургов, которые скажут, что это не моя работа, вот там доктор МРТ или рентгенолог, он все напишет, а я по его описанию буду его смотреть. Потому что в большинстве случаев, допустим, у нас в центре, мы обсуждаем снимки с специалистами МРТ, КТ. То есть есть какие-то элементарные ситуации, которые понятны и специалисту-рентгенологу, и понятны мне, как хирургу. Но если случай сложный и даже средней сложности, мы всегда вместе обсуждаем, чтобы, ну, одна голова хорошо, а две лучше. То есть какими навыками на сегодня должен обладать хороший, квалифицированный хирург, помимо того, чтобы держать в руках скальпи? Если, да, там 20 лет назад, это основной, это скальпель все-таки. Да, ну, сейчас меняются и медицины, меняются и люди, меняются требования к медицине, да. То есть я никогда не стесняюсь говорить о том, что мы, допустим, медицина превратилась в сферу услуг. Это очень, ну, в моем понимании, я могу быть не прав, что это очень неплохо. Вот, и поэтому навыки держать скальпель, открывать и закрывать зажимы, потому что вся хирургия, ну, как можно пошутить, что это довольно простая вещь. Все, что нужно, это уметь держать скальпель и открывать и закрывать зажимы, диссекторы и прочее. Там, в принципе, набор инструментов, и кажется, что их там сотни разных. Ну, типаж их инструментов один и тот же. Один что-то зажимает, другой что-то открывает, что-то разрезает. То есть, в принципе, навыки несложные. Ну, это если говорить о ремесло, да? Да, естественно, медицина, и пациенты меняются, мы меняемся, человечество меняется. То есть, я уже считаю, ну, мое мнение, то есть, здесь мы немножко пофилософствуем, что, помимо этого, навыки, вот то, что я сказал, чтение КТ, МРТ, это то, что, ну, абсолютно жизненно необходимо. Потому что без понимания того, что ты видишь, да, на этом черно-белом снимке, от царства теней, полутеней, серого цвета, ну, без этих знаний невозможно. Потому что для начала ты должен построить 3D-картинку в своей голове, что ты будешь делать. Потому что, да, есть операции, которые немного проще, и они, там, допустим, небольшие, 20-30-минутные операции, вот, но есть операции, которые без понимания построения 3D-картинки в своей голове и каким доступом, если мы говорим онкология моей родной специальности, да, как ты будешь идти в опухоли, если ты это не спланировал до операции, то, ну, во-первых, эта операция превращается в мущение, когда ты в операционном поле пытаешься разобраться, куда идти, как идти, как лучше подойти, все это должно было сделать, сделано быть до операции. То есть какие-то прям большие сложные операции, я иногда просто беру листочек и рисую то, что я буду делать. Ну, понятно, что это происходит не каждый день, но периодически случаются сложные клинические случаи, и тогда вот именно рисование для того, чтобы все уложить в своей голове, там, с анатомией, где сосуды, где как, каким доступом мы будем идти к опухоли, это, ну, абсолютно необходимый навык. Далее, естественно, что если мы говорим о онкологии, даже хирурги должны разбираться в химиотерапии, потому что сейчас современная онкология без возможности лекарственной терапии, ну, она просто, могу сказать, что она бессмысленна, то есть скальпля мы еще, по большому счету, мы никого не вылечим, то есть пока лечение должно быть комбинированное и совместное. Ну, и сейчас тоже выходит на лидирующей позиции такой, как навык, это, хоть и как это не смешно звучит, это навык общения с пациентом, потому что это, скажем так, искусство, пришедшее из психиатрии, психологии, психотерапии, потому что иногда то, что понятно мне, и я говорю пациенту, как выясняется, совершенно непонятно пациенту, и не потому что я говорю сложными словами, а потому что мы говорим о серьезной болезни, и пациент находится в тяжелейшем стрессе, и иногда вот эти все, там, анализаторные системы, наш слух, зрение, оно просто, он вроде как на меня человек смотрит, но он совершенно не понимает, что я говорю, и тогда нужно искать подход, как ему это объяснить, потому что твой лучший союзник в увлечении, то есть у тебя, как у хирурга, стоит задача, твоя работа, выполнить операцию, лечить больного, но если у тебя в этой работе нет союзника, и это не твоя медсестра, анестезиолог, там, соседние специалисты, главный союзник – это пациент, когда он полностью готов к операции, когда он понимает, что с ним будет делать, когда он понимает, какие проблемы возможны, то есть это две большие разницы пациентов, у которых мы говорим о хирургии. В хирургии всегда возможны какие-то проблемы, осложнения, сложности после операции, и то есть это два разных человека, когда пациенты оперируют, и через три дня приходят, как случается какое-то осложнение, какая-то проблема, ему говорят, что вам нужна повторная операция, нужно какая-то процедура, манипуляция, у пациента возникает гигантский страх, что такое, Что пошло не так Но когда до момента опять-таки операции Это все обсуждено Что могут быть такие варианты И он это абсолютно понял То он говорит, да, босс, окей, все Мы все знали, мы это все обсуждали Я был к этому готов И, соответственно, у человека меньше стресса А стресс это не просто понятие психологическое То есть стресс он влияет на выработку гормонов стресса Коктизола, адреналина и всего остального Которые не очень нам помогают в нашей работе Они не очень хорошо воздействуют на сердце Сосудистую систему И там запускается огромный каскад Поэтому это вроде как и мелочь Но она имеет место быть И она должна быть Потому что вот эпоха того, как это особенно Было построено наше, наверное, медицину СНГ, Советского Союза То есть у нас была другая модель медицины То есть обычно пациент приходил к доктору И доктор всегда говорил там любимую фразу Милочка, я знаю, как вас лечить Мне лучше известно Я доктор, учился много лет Зачем вам вся эта информация И все на этом все заканчивается Сейчас это все меняется Да, это естественно Вся эта позиция пришла к нам с запада Но мы должны пользоваться тем, что уже наработано Отработано и хорошо работает И это тоже минимизирует потери? Да, есть такой протокол фаст-трек хирургии То есть это протокол, который Это свод правил, которых нужно выполнять В хирургическом отделении В любом, не только онкологии Которые позволяют пациенту Пройтись с минимальными потерями Быстрее восстановиться И вот там пункт Осведомленность пациента О предстоящей процедуре Возможных осложнений Это вынесен отдельным пунктом Потому что И все пункты, которые там перечислены Они доказаны большими исследованиями Что это работает Что это не просто какая-то блашь Именно в этой клинике Или мы так стараемся Это доказанный факт Это то же самое, как если Выпить аспирин То, как люди говорят Разжижается кровь То есть, ну вот Это просто четкая причина Следственная связь Так и осведомленность пациента Предстоящей операции Это тоже четкая причина Следственная связь Есть звонок зрителя Давайте ответим Алло, Александр, здравствуйте Говорите, пожалуйста Добрый вечер Здравствуйте Я хочу обратиться к Дмитрию Сам я был, значит, клиентом первого центра Сломал стопу Здесь у меня во Владимире, значит, по терапевту ходил Рентген, вообще ничего не обнаружили Что у меня нога сломана Терапевт там от подагры, от какого-то артрита назначал Ну и решил я пройти Это посоветовали мне знакомые, значит, МСКТ пройти Пошел здесь во Владимире цены На четверть выше, чем у вас там в Коврове Приехал я в Ковров Очень удобно там и автобусные остановки И стоянка для личного транспорта Зашел такой центр регистратуры Электронная очередь Кругом такие эти сидения кожаные Басилы, все-все-все Сервис очень понравился И МСКТ сделали Дали это очень развернутое описание Вот здесь вот во Владимире по другому поводу, значит, МРТ проходил Тоже там это самое Такого описания, как у вас Ну, я не получал У вас очень развернутого И дискету дали И на этих самых снимки Снимки доскональные И там и описание все Всем я рекомендую Всем Владимирцам Всем, кто приезжает к гостям И так далее Всем В Ковров Большое вам спасибо Спасибо, спасибо большое за отзыв Минутка рекламы Спасибо огромное Вот, кстати, заметил, да, телезритель Там кожаные диваны Вот такие вещи Вот насколько это важно Если говорить об осведомленности И в том числе о том Вот как встречают Когда там человек пришел Регистратура и так далее Ну, смотрите В самом протоколе Фасттрек там не написано Что условия лечения Нахождения в центре Должны быть приемлемы Просто, к сожалению, наверное У нас идет сейчас большое развитие Перестройка здравоохранения Потому что мы привыкли Немножко к другому И, видимо, западные рекомендации Даже не обсуждают этот вопрос Поэтому наверняка Это тоже касается вопроса стресса Ну, то есть мы все можем Прекрасно представить То есть, если ты приходишь Светло, чисто, удобно посидеть Удобно подождать То есть это не то, что, допустим Прити там в маленькое помещение В очереди 30 человек На улице плюс 36 Нет кондиционера Нет воды Сесть негде То даже относительно здоровому человеку Может стать банально плохо Поэтому, ну, естественно Это имеет значение И мне кажется Тут нет смысла это обсуждать И, слава богу, потихонечку У нас выделяются большие деньги в стране И как-то все это перестраивается Потому что то, что было построено в Союзе На тот момент это были неплохие Хорошие больницы Ну, просто прошло уже 50 лет И мы даже все Да, сами не живем В тех домах, которым по 50 лет То есть, уже все это Должно меняться И реорганизовываться Ну, смотрите Так как мы говорим все-таки О хирургии Хотелось бы вернуться К теме непосредственной операции Итак, что значит Малоинвазивная хирургия Что туда входит Простым, понятным языком Для наших зрителей Какие операции Если раньше мы оперировали Брюшную полость или грудную клетку Из большого разреза Ставили специальную ретракторную систему Которая это все растягивает И дает возможность хирургу Спокойно двумя руками работать Ничего не держать Смотреть, осматривать То сейчас это все возможно Через 3-4 небольших прокола Потому что в живот вводится Видеокамера Высокого разрешения Сейчас в видеокамере Есть Full HD разрешение 4К разрешение То есть Ну, если телевизор Кто-то интересуется То есть, естественно 4К это максимальное разрешение Которое сейчас доступно всем Есть и 8К Но пока вот Хирургические камеры Это 4К Есть 3D То есть Есть возможность Оперировать 3D Потому что Главный недостаток Лапароскопической Миниинвазивной хирургии С этой камерой То, что у тебя Плоская картинка И к этому нужно иметь Другие навыки К этому нужно Отдельно учиться И привыкать Потому что глазами Там мы видим Трехмерное изображение Вот 3D-камеры Они это устраняют То есть Они существуют И точно так же Видишь Объемное изображение В животе Соответственно Созданы инструменты Которые диаметром Около 5 мм Они вводятся В брюшную полость Там Ну, мы двухрукие Хирурги всегда То есть Обычно Это минимум Два инструмента Чтобы работать Двумя руками И максимум До 6-7 Зависит от сложности Операции И обычно Того Какие зоны Живота Дополнительные Это называется Тракары Через которые Водятся инструменты И соответственно Всеми этими инструментами Можно делать Абсолютно Все то же самое Что раньше Делалось руками Скальпелем То есть Надо понимать Как это Обычные обыватели Даже не знают Хирурги пользуются Скальпелем Крайне редко Вообще Крайне редко В современном мире Скальпель стал Абсолютно Ненужным инструментом Потому что Все разрезы Условно То есть Ну, максимум Что делают Это по старой традиции Хирурги делают Разрез кожи Скальпелем Только кожа Все Больше скальпель Не используется На операции Никогда Вообще Ни в какие моменты То есть Такой факт Кому-то будет интересно Но в целом Можно обойтись Без скальпеля Потому что Есть электрохирургический Скальпель То есть Это просто Плоское Тупое лезвие Но которое Оргоноплазменной Дугой Электрической Дугой Высокой температуры Разрезает Эту кожу И другие ткани Поэтому Скальпелем Мы почти Не пользуемся Согласитесь Либо с тем Что это лучше Во многом Для пациента Но возможно Где-то Осложняет Работу хирурга Абсолютно Вы правы Да Что данный Вид хирургии Ну особенно Для каких-то Особенных операций Это усложняет Работу хирурга То есть Потому что Нельзя быть Условно Большим Опытным хирургом Который Многие годы Оперирует Традиционным доступом То есть И вроде как Ну возьмем Как будто Как звание Как армейское Профессор Академик Если дать ему в руке Лапароскопический инструмент Он не сделает Ничего Первый раз Потому что По сути Ты начинаешь Ну не то что с нуля У тебя есть знания Анатомии Пространственной анатомии Как должна идти операция Даже этапы операции Они настроятся По-другому За счет того Что работаешь С другими инструментами И самое важное Как мы называем Это мануальные навыки Они очень сильно отличаются Потому что Ты чувствуешь ткань До расстояния 30 сантиметров Все инструменты 35-36 сантиметров Вот у тебя здесь Рука А то что ты трогаешь Ткань На расстоянии 36 сантиметров Поэтому Это усложняет Но усложняет На этапе обучения Когда пройдено Так называемое Кривое обучение Потому что я допустим Я уже сейчас Некоторые операции Я не очень представляю Как их можно делать Из традиционного доступа Есть операции Которые я никогда Уже не делал Из традиционного доступа То есть мое обучение Уже сразу Как я более молодое Поколение хирург Да У меня сразу началось Мининвазинной хирургии И я никогда не делал Эту операцию В открытом варианте Так называемом Поэтому главное Что нужно понять Что все операции Практически все операции Можно сделать Мининвазинным доступом И скажем так Для пациента Не должна стоять Как говорится Проблема хирурга Что ему тяжело Для пациента Главное выздороветь С минимальными Для себя потерями А преимущества Для пациента Они абсолютно явные То есть Если мы говорим О трудоспособном населении То если человек работает Он любит свою работу Он срабатывает там деньги Ему нужно ходить На эту работу И если мы говорим О традиционном доступе Вот если прям все уравнять То разница между Лапроскопической хирургией И традиционным доступом Это время пребывания Госпитализации в больнице Это в два раза Это большая цифра И это прям условно Потому что Переносимость этих операций То есть Если операция Сама по себе небольшая То есть Вот в чем была проблема Исторически больших доступов В живот Что иногда Чтобы удалить Очень маленькую штучку Делается огромный доступ В живот Здесь она расположена глубоко И соответственно Травматичность Да Самого доступа Она намного Сильно При Она намного больше Эта травматичность Чем сама операция То что мы удаляем Поэтому Иногда допустим Это очень актуально Для полных людей С излишним весом Потому что Брюшная стенка Очень большая И риски того Что это будет плохо заживать Это воспалиться Нагноиться И будут так называемые Раневые осложнения раны Она колоссальная То есть И лапароскопическая хирургия Эту проблему решила Четыре маленькие дырочки Которые не могут Не воспалиться Они заживают Моментально И надо понимать Что иногда Вот Лишний вес Особенно Это касается Ну Типа ожирения 2 Это по мужскому типу И по женскому То есть Как всегда говорю Женщина может быть Такая большая С лишним весом Но внутри Она такая же девочка Как и была Потому что у женщин В основном Все это откладывается Снаружи Вот у мужчин Все по-другому У него будет Может быть очень тонкая Брюшная стенка И все Жировое отложение Все они огромные Это вот Ключевое различие Женского и мужского Типа ожирения Поэтому для женщин Особенно если там Взять мою специальность Да Онкологию Там онкогинекологические операции Допустим Опухоли Эндометрии Они в основном Развиваются У полных женщин В 90% случаев И раньше Это была гигантская проблема Представим себе пациента Весом 120-130-140 килограмм Которому нужно удалить Просто сделать Ну так называемая операция Называется удаление матки Экотерпация матки Сама по себе операция Ну в целом Элементарна В целом Вот Но доступ Для того чтобы попасть В живот у полного человека И все Послеоперационное течение Тяжесть состояния пациента Она была обусловлена Только доступом Не операция Потому что эти Лапароскопические операции То есть за рубежом По большому счету Там другая система Здравоохранения По другому Там расходуются средства То есть операция Удаление матки С предатными По поводу Онкозаболеваний Или каких-то Доброкачественных патологиях Это операция Утром Вечером домой Все Через два Максимум три дня Человек возвращается на работу И не потому что Его заставляют Это сделать Потому что Потому что он хочет Он возможно У него все в порядке И когда не было Лапароскопической хирургии Это 10-12 дней В стационаре Потом какая-то Реабилитация Дома при условии Что все нормально Заживает А если присоединилась Инфекция Воспаление То это иногда Растягивалось На месяцы Просто месяцы Броничного Месяцы Бескомфортной жизни Поэтому В этом плане Лапароскопическая хирургия Она Ну Просто великолепная Я как хирург этим Восхищаюсь Особенно для полных больных Потому что Тоже этапы были разные Раньше считалось То есть Когда только этап Развития был Когда Ну Представим Что весь мир Еще учился Оперировать Лапароскопически То есть Вот большие Стадии Степени ожирения Это было Противопоказанием К лапароскопической Операции Сейчас Ну Те люди Которые занимаются Лапароскопической хирургией Вот меня Допустим Пациента весом 102-130 кг Меня опять-таки Не загонишь в операционную Делать ему традиционный доступ Если нет Я не знаю Что делать Надо Надо как-то Что-то решать По-другому Потому что Только лапароскопия Потому что Я понимаю Какие проблемы Меня ждут После операции Продолжим наш разговор После небольшой рекламы Не переключайтесь Напоминаю Вы смотрите Врач на дом У нас в гостях Сегодня врач-онколог Заведующий Хирургическим центром Первого клинического Медицинского центра Дмитрий Кузнецов Наш эфир Прямую У вас еще есть возможность Дозвониться к нам В студию По телефону 44-40-47 У нас на линии Есть зритель Давайте ответим Алло Игорь Здравствуйте Говорите пожалуйста Здравствуйте У меня такой вопрос Если человек Выкуривает 20 штук День подряд Потом случайно Умирает Может ли Такой образ жизни Предотвратить рак Спасибо за ваш вопрос Ну наверное Имелось ввиду Насколько Образ жизни Сигареты Рак легкого Наверное Да Стоит сказать Что Основной причиной рака Любого причем Не только легких Является курение То есть это топ 1 То есть топ 1 Это курение Которое влияет На развитие Любых видов раков Соответственно Дальше практически В топ 1 Это скажут Наверное Кардиохирурги Хотя это не моя стезя Но это вызывает И гипертонию И вызывает Увеличивает риск Инсульта Инфаркта Атеросклероза И против вещей Поэтому курить 20 сигарет в день На протяжении Многих лет Ну наверное Причина следственной Связи с тем Что человек погиб От тех или иных Причин То естественно Можно И это Практически логично Поэтому все что могу сказать Что курить вредно Тут Ну никаких Компромиссов В этом вопросе К сожалению нет Еще один зритель На линии Алло Дмитрий Здравствуйте Говорите пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Вопрос такого плана Как раз Специалисты Может быть Подскажете нам Тем Как вот В принципе И вам в помощь Что нужно Предпринимать Населению Для того Чтобы быстрейшую Диагностику Данных заболеваний У различных групп Населения Общий Диспансеризации В рамках Федеральной программы Или какие-то Дополнительные Осмотры То есть Вот это Наверное Помогло бы Спасти многих Пациентов Более раньше Обратиться Ну и соответственно Было проще Вам Оперировать Были бы меньше Эти заболевания В объемах В проявлении Спасибо На ваш вопрос Спасибо Хороший вопрос Мы не будем вдаваться В подробности Диспансеризации Которая проводится У нас в стране Потому что Это все относится К вопросу скрининга То есть Выявление Заболевания У с виду Здоровых людей И вопрос Этот крайне сложный И во всех странах Не везде он решен То есть Надо понимать То что я рекомендую То что я буду рекомендовать Даже себе Скажем так Что если вы курильщик И стаж курения У вас более 10 лет Не важно Сколько вы начали курить И сколько Вернее не важно Сколько вам лет сейчас Если вам 25 Вы курите с 15 То все Уже пора Нужно выполнить Компьютерную томографию Грудной клетки В низкодозовом режиме То есть Не стандартную КТ А низкодозированную Это самый лучший Скрининг рака легкого Потому что То что мы проходим Диспорализации Флюрографии И ременографии Мне не стыдно Об этом говорить Это абсолютно Полностью На 100% Неэффективный метод Вообще для выявления Чего бы то ни было Если вы курильщик То вам нужно Низкодозовое КТ После 10 лет стаж Вот Далее Всем мужчинам После 40 лет Я рекомендую Обратиться к урологу И он уже сориентирует Что делать дальше Возьмут ПСА Сделают УЗИ И все остальное То есть Это уже доктор уролог Сориентирует Далее Все женщины Начиная с 40 лет Если нет отягощенного анамнеза Это маммография Обязательно Либо УЗИ молочных желез Либо маммография На маммография предпочтительна Если анамнез отягощенный Анамнез То есть Это семейная история Если Ближайшие линии Родства То есть Это мама Бабушка Родные сердца Болели раком молочной железы Или раком личников То соответственно Лучше посоветоваться С маммологом И возможно Интервалы Маммографии Будут уменьшены И начнется С более раннего возраста Естественно Каждая порядочная женщина Должна Посещать гинеколога Ежегодно С мазками Онкоцитологию И прочими То есть Гинекологи Слава Богу В нашей стране Абсолютно Этот вопрос закрыт То есть Крининг рака шейки матки У нас существует Все зависит от женщин Пришла она или нет Но уже на автопилоте Каждый гинеколог На приеме Возьмет Мазок на онкоцитологию Это самое лучшее Что позволит Выявить на ранней стадии Рак шейки матки Далее Всем абсолютно Рекомендую В 40 лет Нужно сделать Гастро-эколоноскопию То есть Это те вещи Которые позволяют Особенно для колоректального рака Это рак прямой кишки Ну и все Бодочные кишки Восходящие Сигмовидные Нисходящие Поперечные Выявить Маленький-маленький Полип А любой полип Это со временем Будет рак Просто для какого-то Полипа То есть Там много классификаций Типов Уйдет 40-50 лет Для того Чтобы превратиться В рак Для кого-то Это будет быстрее Если его нашли Удалили Все прекрасно Это можно заменить Немного Но с этим Есть какие-то сложности Это тест Калово на скрытую кровь То есть Опять-таки В 40 лет Я его рекомендую Пройти всем Даже если абсолютно Ничего не беспокоит То есть Как раз касается Вопросов Что людей Ничего не беспокоит Что нужно сделать Пожалуй все А вот Из того Что вы назвали Все эти Возможно Выявленные На ранних стадиях Раки Можно лечить Если мы говорим О хирургии Малоинвазивными Методами Так? Да Абсолютно То есть Ну тут Сейчас практически Все можно лечить Малоинвазивно То есть Допустим 5-6 лет назад Допустим Считалось Что нельзя лечить Распространенные Раки желудками Неинвазивным доступом Лапароскопическим Не то что нельзя Нет данных То есть Мы в медицине Медицина это все-таки Наука И наука Точная Статистически Обоснованная Что мы сначала Чтобы что-то сказать Мы должны это доказать Либо провернуть Обратно То есть Вот исследование Первое проводилось По лапароскопической Хирургии Рака желудка Для начальных стадий Первая Вторая стадия Доказала Что абсолютно Эффективная Хирургия Не хуже Традиционной Но это было Только первые Вторые стадии Вот сейчас Практически Недавно Только буквально Последний год Вышло исследование Которое доказало Что для больших Место распространенных Раков Лапароскопическая Хирургия Ничем не хуже Открытой Традиционной Хирургии Потому что вообще Миниинвазивная Хирургия В онкологию Шла очень тяжело Прям очень-очень Когда она уже Пришла в общую Хирургию В другие разделы Почему именно В онкологию Так поздно И долго То что с чего Вы начали Что нужно Все посмотреть Это скорее всего Какая-то Костность мышления И отсутствие Доказательных данных Потому что онкология Это очень бурно Развивающаяся наука И вот ее В этом плане И хорошо И тормозило Потому что Очень много Лекарств появляется А все лекарства Исследуются Очень-очень По строгим Рекламентированным Правилам И вот эти правила Из-за исследования Лекарств Пытались перенести На хирургию А это сделать Гораздо сложнее Поэтому И Костность мышления Что Старое поколение Хирургов Нужно посмотреть Потрогать руками Все Я посмотрю Тогда я все удалю Вот Ну это не так Сейчас вот все больше Данных То есть вопрос Допустим По колоректальному раку Полностью закрыт Куча исследований Что нужно его оперировать Лапароскопически Не нужно Можно То есть я всегда могу сказать Что когда Если меня смотрят коллеги Которые скажут Что я пропагандирую Лапароскопическую хирургию Нет Нужно понимать Что лапароскопическая хирургия Все исследования Проводились по принципу Что она не хуже открытой Не лучше А не хуже Это принципиально Но у лапароскопической хирургии Есть огромные преимущества Что пациент Быстрее поправляется Меньше спаек Меньше болевой синдром Меньше осложнений В этом она лучше Она с онкологической точки зрения Не лучше обычной хирургии Абсолютно нет Я об этом не говорю Она точно такая же По результатам онкологическим Как пациент выживет Но мы все хотим Мы живем в эпоху Быстрого времени Назовем это так И поэтому В этом быстром времени Хотелось бы Быстрее возвращаться К нормальной жизни К своей семье К своей работе И прочее А не находиться в больнице Неделями и месяцами А если мы говорим О малоинвазивной хирургии Это только лапароскопии Или какие-то другие методы Нет Малоинвазивная Вообще в целом Если дать определение Понятия Это то что Ну оно Из корня слова То есть Это то что требует Малого вмешательства Вот Соответственно Это эндоваскулярная хирургия То есть То что требовало Раньше Допустим Кардиохирурги Как оперировали Инфаркт миокарда Атеросклероз Коронарных артерий Раньше Там 20-30 лет назад Была только одна операция Это аортокоронарное шунтирование Это скрывается Посередине Грудная клетка Подключается Аппарат Искусственного кровообращения И накладывается Шунт Саустия между Аортой Коронарной артерией Сейчас Эта хирургия Практически Заменила эндоваскулярная хирургия Когда ставится Маленький тоненький катетер В лучевую Либо бедренную артерию Он проходит Через все сосудистое русло Доходит до сердца До коронарных артерий И туда ставится стенд Все Вот это вот Огромная Простите за мой французский Дырка в грудной клетке Которая Это очень травматичный Болезненный доступ Потому что люди страдали Потому что Грудина возживает плохо Это очень Как бы больно И неприятно Оно уже не нужно То есть В онкологию Эндоваскулярные методики Пришли То есть Мы можем Подвести Высокую концентрацию Химия препарата Войдя в сосуд Прямо к опухолю В опухоли печени То есть Это не обязательно резать Это еще Вообще ничего не надо Точнее Не обязательно удалять Это еще Принести препарат Химический Нет Удалять все равно надо Но мы тем самым Можем уменьшить опухоль Либо если Уже пациент Находится На Какой-то Продвинутой стадии Когда хирургия Вообще не рассматривает Мы можем ее уменьшить Облегчить симптомы Заболевания Затормозить рост опухоли Для каких-то заболеваний Допустим Гепатоцелулярный рак Если есть единичный узел Там есть определенная Классификация Определенные критерии Которые в принципе Методика этой Эмболизации Называется Методика эмболизации Практически равна Как удалить часть этой печени Они практически По эффективности равны То есть Хирургия все равно Чуть лучше Но пациент Иногда к нам приходит В таком состоянии Который Мы не можем провести Операцию По сопутствующей патологии Пациент Допустим Пожилой Очень пожилой Перемес Несколько инфарктов А здесь ему требуется Большая Травматичная операция На печени С удалением части печени Туда эндоваскулярная методика Здесь выходит Естественно На первое место Потому что Эффективность хирургии 83% А эндоваскулярного Закрытия Допустим Эта опухоль 73% Но при этом Снижаются Риски операции Также Миниинвазивная Этноэндоскопия То есть Все уже настолько Привыкли Что можно взять Гастроскоп Колмоноскоп И осмотреть Желудок Толстую кишку То есть Для нас Это Жители 20-21 века Это вариант Нормы То есть Когда появлялась Эндоскопия Мне кажется Это была Какая-то революция Как можно Камерой Заглянуть Внутрь человека То что раньше Чтобы было заглянуть Нужно было Разрезать Сейчас мы можем Заглянуть Посмотреть Взять биопсию Взять прочие Анализы И Если касаться Теми Неинвазивной Хирургии То для Сверхранних Раков То есть Допустим Рак желудка Т1А Это первая А стадия Рака желудка Не надо удалять Желудок Можно просто Убрать кусочек Слизистой С помощью Специальных Гастроскопов С множественным Каналом Там тоже Есть хирургический Нож Это все Возможно Точно так же Для ранних Раков Прямой кишки Ободочной кишки То есть Доктора Которые занимаются Хирургической Эндоскопией Все это возможно Сделать Благодаря развитию Технологий Потому что Изображение Которое выдает Гастроскоп В камеры Которые там Записываете Кстати Или нет Ну вот Сам ход операции Да конечно То есть Мы стараемся У нас в центре Все операции То есть Гастроколомоскопия Процедуры Все автоматически Пишутся на сервер Для чего это нужно Для анализа То есть Естественно Что если есть Какие-то проблемы Возникли То есть Всегда можно Обсудить с коллегами После операции Это происходит То есть Можно еще раз Посмотреть Были ли какие-то Анатомические особенности Плюс Проще учить Молодых специалистов Вот есть Запись операции Условно Нельзя отрицать Это юридический аспект То есть Если прошли Какие-то проблемы После операции Они всегда могут быть Я об этом Не стесняюсь говорить То есть Мне очень страшно Слушать Когда клиники Говорят Что у них нет Осложнений То есть Я говорю Либо они не работают Либо они что-то скрывают Так не бывает Вот Поэтому Всегда можно посмотреть Поэтому У меня в кабинете Движит огромная стопка Жестких дисков По терабайт На которых записана Вся хирургия Которая Как я вот Приехал в этот центр Начал работать С 18-го года Все операции Они лежат Они записаны Потому что сейчас Хранить информацию Это дешево Это недорого Это не проблемно Поэтому все операции пишут Дмитрий Вот опухоли же бывают разные По размеру в том числе Маленькие проколы А сама опухоль Как вы ее достаете Вот в этом есть Проблема изоглоскалопароскопии Что есть огромная опухоль Вот Это к вопросу Что место традиционной хирургии Оно остается Огромные по объему опухоли То есть когда разрез на брюшной стенке Нужно сделать такой Что он равносильно Что я операцию Это сделал Чтобы ее достать Ну к счастью Таких опухолей не часто В большинстве своем Опухоли небольшие Они соответствуют органу Иногда То есть когда нам попадается Оперировать ранние стадии То есть мы Орган иногда внешне Не можем отличить От здорового От больного Вот поэтому Мы ориентируемся на КТ МРТ Эндоскопию До операции Всегда делается Какой-то небольшой доступ Это разрез 4-5 сантиметров На коже Ну для каждой операции Выбирается свой доступ Ну мы Большинство Допустим у нас в центре И во всем мире Мы пришли к доступу Так называемой Фоништилет Ну женщины знают Как разрез от кесарево сечения Только он гораздо меньше Потому что он скрыт бельем Его не видно То есть обычно Все препараты Из брюшной полости Мы достаем Из этого доступа Если мы говорим О грудной клетке То это разрез Туда ближе к подмышке Который тоже не виден То есть это тоже 4-5 сантиметров То есть помимо того Что пациент получает Безболезненный Практический И быстрый Послеоперационный период В дальнейшем У него нет И проблем со шрамами Ну я думаю Да, косметический эффект Вы как видите Я даже не заостряю Внимание на этом Потому что Если мы говорим Онкология Это не самое важное Ну как я говорю Это побочный эффект Что в принципе Разрезы не видны И не знаю Делали тебе операцию Или нет Ну у нас буквально 3-4 минуты Остается до конца эфира Хотелось бы непосредственно О самих аппаратах послушать Вот насколько у вас Само оборудование Есть чем гордиться Есть о чем мечтать Чего может быть нет У нас нет робота Я о нем мечтаю Надеюсь что когда-то у нас появится Я думаю что у нас появится Роботическая установка Да Винчи А в плане оборудования Хирургии Как я всегда говорю Мы руководствуемся Принципом Достаточности оборудования То есть в основном Диссекция То есть как хирурги называют Диссекция Разделение тканей По-простому В современной хирургии Идет с помощью Ультразвуковой энергии То есть ультразвук Которая эту ткань Ну не сжигает Он ее выпаривает То есть до нуля Ничего не оставляет То есть в основном Все эти диссекторы Ультразвуковые Есть два аппарата Три-четыре на рынке Разных компаний Известных мировых брендов То есть И понятно что Можно иметь их четыре В операционной И разных брендов Но принцип действия один Смысл Понятно что Мы не имеем чего-то там Ну как это назвать Дешевого Или плохого То есть Но когда это мировой бренд Который поставляет Это оборудование Во всем мире Они примерно все равны Поэтому У нас есть Один ультразвуковой диссектор Один диссектор Аргоноплазменной коагуляции То есть Принцип Миниальной необходимости Потому что Говорить о том Что у нас И когда Тоже говорят В клинике Инновационное оборудование Инновационное оборудование Разрабатывается В лабораториях И это Обычно Какая-то Либо вторая Либо третья Фаза клинического испытания Это инновация Как только Это испытали на людях Доказали, что это работает И начинает поставляться В клинике Это уже не инновация Это просто Нормальное Хорошее оборудование Вот Поэтому Я может быть Плохо говорю В своем центре Что у нас просто Операционное Оборудовано Ну скажем так Золотым стандартом техники То, что удобно Хирургу Безопасно Для пациента И сверхнадежно Понятно, что Это в основном Все Да не в основном 100% Это иностранные производители Абсолютно 100% В хирургической технике Выпускают Иностранные производители То есть Какие-то Огромные гиганты Типа Компании Карл Шторц Джонсон и Джонсон Это Троник Это не реклама Но просто Это факт Который говорит о том Что весь мир Укомплектован Эти операционными Этим оборудованием То есть К сожалению Другие страны Если мы не берем Там Богатые Омгоязычные страны Практически Никто ничего Не выпускает Ну если выпускает Там допустим Сейчас Китай Занимает Очень высокие позиции Но Китайского оборудования У нас нет Когда-то Он станет Наверное Хорошим И перегонит Западных Производителей Как и все Из Китая Но пока У нас Оборудования Китайского Нет Спасибо большое Напоминаю Наш гость Сегодня Врач-онколог Лауреат Национальной премии По онкологии Мы будем жить Заведующий Хирургическим центром Первого клинического Медицинского центра Дмитрий Кузнецов Дмитрий Спасибо вам Спасибо